Утро на Болткоме 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 Можно увидеть инструмент исполнителя, прослушать его исполнение, а также отдать свой голос. Да, я отмечу, что в конкурсе участвуют, в финал вышло 36 молодых талантливых вокалистов и инструменталистов, и география самая широчайшая, и Латвия, и Германия, и США, и другие страны. Совершенно верно. Всегда гордишься, всегда понимаешь, когда мы делаем какие-то галоконцерты или еще кого-то, я лично себя смотрю, я всегда присутствую на всех финалах, и с мамочкой у нас идут дебаты, и в жюри всегда очень жарко, на самом деле, за кулисами происходит очень жаркие дебаты, кто же победитель, кому отдать какой голос, и чем именно он взял членом жюри, или почему он стал или должен стать победителем. И бывает такое, что ты выбираешь на выступлении в концерте не человека, который получил первое, третье, второе место, а потому что, ну, она же может сегодня не повезти, может быть, это был не твой день, ну, например, день финала. Но бывает, вот мы же ищем талант, мы же ищем изюминку, мы же ищем человека, который вышел на сцену и сказал, вау, звезда, родилась звезда. И таких, если честно, в этом году невероятное количество, даже те ребята, которые победили у нас лет пять назад, они победили в лондонских каких-то состязаниях, стали солистами, значит, ребята, которые получили публик из балла. Вот вчера мальчик, который прошел в состав лондонского симфонического оркестра. И это все время мы получаем информацию, вот мы, один из наших партнеров на Innscounter Talent для вокалистов, это шведский фонд Андрэш Вайл. Это очень давнешний друг мамочки нашей семьи, и они каждый год в виде исключения для наших талантов дают возможность бесплатно приехать, обосноваться, там, в гостиницу оплачивают аккомпаниатора. И мы каждый год посылаем кого-то из наших талантов. В этом году опять победила Илза Грэвел и вышла в финал, скажем так, пока что, вот, чему мы очень рады. Это очень здорово, потому что этот фонд, они поддерживают Metropolitan Young Division, Metropolitan Opera Young Division, и они платят стипендии. Здорово, на самом деле все большие молодцы, потому что не только мы находим, а также с Vivat фондом, который оплачивает мастер-классы или который оплачивает инструменты, да, это очень здорово. Но это сами ребята, которые настолько амбициозны и со стремлением победы и быть, и стать музыкантом, чтобы это стало их профессией. Здорово, мы гордимся каждым из них. Насколько сложно действительно музыкантам сейчас вот по сравнению с прошлым пробиться такое ощущение, что конкуренция только возрастает, но с другой стороны появляются ведь возможности заявить о себе не только на конкурсах, но и благодаря соцсетям, но как-то завоевать аудиторию через новые какие-то способы общения с публикой? Вы абсолютно правы. Я думаю, что за последний год появилось столько всяких разных креативных идей, о которых вообще мы еще пару лет назад даже не могли себе представить и думать. Именно поэтому нам было так важно сделать этот концерт как в 7 вечера, так вот сейчас дополнительный концерт в 3, чтобы все-таки дать им ощущение сцены, потому что живое общение с публикой, даже если ее меньше, а я должна признаться, вы знаете, как люди относятся к рождественскому концерту, к которому мы сами с таким трепетом относимся и который нас действительно так наполняет и которого мы сами так ждем. Я сама сижу тоже когда у культа и слышу эти голоса сверху с органом или вижу, как эти малыши со свечками идут к алтарной части Домского собора, как это трогательно. Именно поэтому нам было так важно сделать этот дополнительный концерт, потому что мы видим, что люди соскучились, поэтому они так быстро выкупили или как-то так быстро приобрели эти билеты на вечерний концерт, чтобы у молодежи была возможность выступления и возможность общения, живого общения с публикой, которого им так не хватало последние пару лет. Я думаю, что это ничего не заменит, никакой интерактив, никакой интернет не заменит живого общения. Точно так же, как мы с вами сейчас общаемся по Зуму. Я безумно вам рада, но когда я вас вижу рядышком, я совершенно по-другому это ощущаю. Даже сейчас вот слово-то не зря прозвучало «безумно». «Безумно». Вторую «З» надо добавить. «Безумно». Давайте общаться уже «безумно». Насколько было сложно организовать действительно концерт в этом году, учитывая и вот все эти сложности, и новый штамм вируса, и бог знает, какие там только непрепятствия, которые возникали на пути. Сложно. Я думаю, что такого количества бюрократии и такого количества условностей, я думаю, что даже с фестивалем, которым готовишься год, ну, окей, может быть, я сейчас, это, во крайней мере, примерно так же, скажем так. И это один концерт, и это одна треть зала, и это, ну, просто все, к чему бы ты не прикоснулся, или все, с чем бы ты не столкнулся, имеет точка-точка-точка, но при этом вы должны выполнить то-то, 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 при этом, значит, должна быть написана такая-то бумажка. Это, честно, непросто, но я думаю, что нам не привыкать, вот, и что нас не бывает, это делает сильнее, вот, и я думаю, что все будет очень красиво, и нет вариантов, потому что это все делается для того, чтобы увидеться снова. И мама очень соскучилась по латвийской публике, она год не была в Латвии, вот, и не выступала в Латвии, и поэтому для нее это тоже очень важный концерт, и встреча с публикой, и столько людей, которые пишут, и Инна Свет не успел приобрести билет, да, потому что люди думали, ну, окей, или кто-то боялся, кто-то выжидал, а потом он так складывается, как складывается, поэтому в три часа у всех есть возможность увидеться еще раз и с мамой, и с Сергеем Егерсом, и с хором мальчиков, который будет, несмотря на все препятствия и преграды, все равно в полном составе. И с талантами, с участниками, с финалистами конкурса, и, напоминаем, до пятого числа на сайте можно продолжать голосовать, вот это зрительское голосование, зрительские симпатии. Ну, и насколько вот действительно видите ли вы угрозу в том, что вот эти все препятствия в организации концертов, они могут привести к тому, что и сложнее попасть на концерт, это сложнее приобрести билеты, меньше мест в зале, это означает, что больше расходы у организаторов. То есть вот все вот эти вот какие-то препятствия, они не могут ли привести к тому, что классическая музыка, ну, вообще вот посещение концертов классической музыки станет каким-то элитным времяпровождением для, ну, богатой публики, скажем, что, ну, это может привести к удорожанию билетов и так далее? Вы знаете, я думаю, что вы на самом деле затронули очень важную тему, но поскольку, я думаю, что что-то может быть, да, но поскольку в нашем случае мы абсолютно по-другому функционируем, вот, и для мамы важно, чтобы та связь с публикой и те люди, которые могли себе позволить посещение концертов, было для них возможной сейчас. Конечно, мы зависим от партнеров, и, конечно, становится, к сожалению, все меньше и меньше. Это ничего, никакого секрета я вам не раскрою, потому что экономика касается или какой-то организационный, или экономическое состояние, не только, то есть, скажем так, наши возможности абсолютно пропорциональны экономическому состоянию, как бы, страны, вот, и, конечно, мы все это ощущаем, но до тех пор, пока мы можем, мы будем делать, наши мероприятия доступными и возможными абсолютно точно для всех. Кстати говоря, о доступности, билеты приобрести можно где и каким образом? Билиш и Парадиза – это наша любимая платформа, и на самом деле все очень компактно и доступно, описано со всеми ограничениями, вот, и все, что можно сделать в случае, если там, чего-то, вот, поскольку тебе каждый билет именной, и это, на самом деле, я считаю, что это даже здорово, потому что тогда он остается тебе с твоим именем. Раньше же, помните, когда были желтые билетики, которые можно было купить в кассе, они были такие безличные, их можно было там, я не знаю, кому-то отдать, подарить, передарить. Нет, сейчас это эксклюзивно ваш билет, на котором написано ваше имя, и приобрести вы можете на концерт в 3 часа этот билет в Белише Парадизе. Ну и, конечно же, всегда можно рассчитывать на Радио Болтком и портал Микс Ньюс в плане поддержки вашего замечательного начинания, ваших замечательных, восхитительных концертов. Ну и поддержать, действительно, таланты Инессы Галланта, поддержать тех молодых исполнителей, которым очень нужно внимание публики, может быть, открыть для себя новые имена, удивиться тому, насколько богата талантами наша латвийская земля, и создать рождественское настроение себе, может быть, близким, с которыми вы пойдете на этот концерт. Да, все это можно на сайте фестиваля до 5 декабря, впереди еще 3 дня, можно успеть сделать много-много добрых дел для этих начинающих, талантливейших исполнителей. Спасибо большое, Диана, вам за работу, действительно, и за организацию этого праздника. Желаем успешного проведения всех этих мероприятий, чтобы все прошло прекрасно. Ну и потихонечку начинаем уже говорить с наступающими. С наступающими праздниками. С наступающими. Хорошего декабря. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания.